В автомобиле у меня среди бардака лежит вот такой самокат. И благодаря этой штуке я быстрее передвигаюсь по Красодару. Сегодня покажу как это делается. Экспериментирую с временем выезда из горячего ключа и смотрю как быстро доезжаю до Красодара. Также экспериментирую с тем куда ехать и где автомобиль оставлять, чтобы можно было бы как можно быстрее выехать обратно. Вот здесь обычно возникает пробка на гидростроителей. Сегодня ее нету. Сейчас 7 часов 12 минут. Посмотрим что дальше будет. Так вот если на 5 минут позже выезжать или даже на 10, то времени приезда добавляется целых 30-40 минут. И какая разница где мне стоять в пробках или прогуляться или сидеть в офисе. Ну вот первую пробку проехал. Вполне возможно что это результат всяких карантинов и всяких мер. На Ставропольской навигатор показывает что мне нужно ехать прямо, но я на этом кольце поворачиваю на Черемушке. Уже разработал этот маршрут и двигаюсь я по задворкам к своему излюбленному месту где ставлю автомобиль. Перехожу через Виадук и я в центре. Сегодня решил самокат не брать потому что холодно. Дубардынчик хороший. После нескольких экспериментов решил оставлять свой автомобиль на Савропольской. Дальше я перехожу через Виадук и оказываюсь возле автовокзала и железнодорожного вокзала. И дальше минут 10-15 до самого центра. Если заезжать в центр сразу то конечно можно утром заехать, но возникает вопрос во-первых где парковать машину, а во-вторых как выезжать. И для меня оказалось пройти 10-15 минут до автомобиля равнозначно стояние в пробках. Кое-где в Красодаре можно увидеть вот такие вот велосипеды. Их можно арендовать. Также в Красадаре есть места где можно арендовать и электрические самокаты. В центре Красадара везде находятся такие паркометры. Люди платят деньги и оставляют свой автомобиль. Говорят что эти штуки еще не работают, что они не согласованы с ГАИ и так далее и так далее. Но в любом случае найти место для парковки очень сложно сейчас. И нужно откручивать несколько кругов, чтобы найти себе место. Или находить спальный район и ставить паркометры. Ну вот еще один способ передвигаться. Электрический самокат. Нет, не электрический, а обычный. Вот так вот эти аппараты выглядят. Здесь можно ставить электросамокат. Градик в Краснодаре. Очень хороший самокат тем, что он не такой громоздкий как велосипед. Его можно переносить и быстро прятать и доставать из автомобиля. Вчера снимал этот велосипед. На своем месте стоит. Видимо никто не пользуется. Со стороны себя снимать неудобно на самокате. Поэтому будем снимать вот так вот. Оп, поехали! Вверх по улице вполне можно тащить его рядом с собой или нести на себе. Вот так складировать его можно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует...